Господи Божий мой, на тяну паван, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры. Сегодня в субботу Святая Церковь вспоминает память отцов Поместного Собора Русской Церкви 1917-1918 годов, предлагая за богослужением отрывок из Евангелия от Иоанна, глава 10, стихи с 9 по 16, а также рядовое Евангелие от Луки, глава 9, стихи с 1 по 6. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Во время Оно созва Иисус оба на десяти ученика Своя, даде им силу и власть на вся бесы и недуги, целите. И послай их проповедуйте Царствие Божие и исцелите болящие. И рече к ним. Ни часож возьмите на путь, ни жезла, ни пиры, ни хлеба, ни сребра, ни подвеморизма имейте. И вон же дом внидите, ту пребывайте, и оттуду исходите. И лицеащи не приемлют вас, исходящие от града того, и прах от ног ваших оттрясите во свидетельство наня. И исходящие же прохождаху сквозь веси, благовествующие и исцеляющие всюду. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. В то время, созвав Иисус двенадцать учеников своих, дал силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней. И послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных. И сказал им, ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды. И в какой дом войдете, там и оставайтесь, и оттуда отправляйтесь в путь. А если где не примут вас, то, выходя из того города, отрясите и прах от ног ваших во свидетельство на них. Они пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду. «Жалея множество народа, не имеющего пастырей, и желая, чтобы как можно большее количество людей услышало благую весть, Господь посылает на проповедь своих учеников, повелевая им при этом проповедовать Царствие Божие и исцелять больных. Зная, что от апостолов будут требовать знамений, как доказательств истинности их проповеди, Господь дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней». Блаженный Феофилакт отмечает следующее. «Дав ученикам власть над злыми духами, Господь не ограничил их употреблением только сей власти, но повелел им и Евангелие проповедовать. Тот, кому вручено учительство, должен и проповедовать, и совершать чудеса. В таком случае проповедь подтверждается чудесами, а чудеса – проповедью. Ибо многие часто совершали чудеса силой бесовской, но проповедь их не была истинная, а поэтому и чудеса от них не от Бога. И повелел Господь ученикам – ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды». Ради успеха проповеди Спаситель предостерегает апостолов о всякой заботе об одежде, пище и деньгах, давая понять, что те, которые, трудясь, исполняют заповедь о любви к ближним, могут рассчитывать на помощь Божию в воздаянии за труд. И, следовательно, Бог не допустит, чтобы Его служители, отрешившиеся от заботы о себе ради вверенного им служения, были лишены необходимого для жизни. Ученики не должны были заботиться о том, чтобы составить о себе доброе мнение своим внешним видом. Они должны быть такими, какие есть, не думая о переимении одежды или обуви, возлагая все упование на промысел Божий. «И в какой дом войдете, там оставайтесь, и оттуда отправляйтесь в путь». Наставляет Господь своих учеников, дабы они, останавливаясь в ком-либо селении, не переходили из дома в дом, чтобы не показаться непостоянными, легкомысленными и очень переменчивыми по отношению к тем, кто оказывает им гостеприимство. «А если где не примут вас, то, выходя от того города, отрисите и прах от ног ваших, вот свидетельство на них». Когда раввины возвращались в Палестину после пребывания в языческой стране, они отрисали малейшие частицы языческой пыли от ног своих. Архиепистской поверки таушев замечает. Евреи думали, что самая земля и пыль, по которой ходят язычники, нечиста, и ее следует отрисать. Ученикам же верено было вести себя так, как и раввин вел бы себя по возвращении из языческой страны, отрисать пыль от ног тех, которые не приняли учеников, в обличение и осуждение их неверия. «Если люди отказывались от предложенной им возможности спасения, они осуждали себя, потому что делом учеников было засвидетельствовать о Царстве Божии, а остальное предоставлялось свободному выбору тех, кто благовестие услышал». Как мы видим, Господь избрал 12 учеников еще при своей земной жизни и отправил их на проповедь Царствия Божия. Ученики же пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя всюду. То, что Христос сообщил Свою силу, посланным во имя Его, было потрясающим и убедительным доказательством того, что Он Мессия. Он не только Сам совершал чудеса, но и других наделил властью совершать их. Очевидным является и то, дорогие братья и сестры, что проповедь, начатая в те времена, не прекращается и до сих пор. Каждый день мы слышим откровения, переданные апостолами от лица Господа во Святом Евангелии и апостольских посланиях. Наша задача заключается в том, чтобы внимательно слушать и беречь и хранить Слово Божие. «Помогай нам в этом, Господь!» Господи Божий мой, на тяну паван, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...